Вчера в Якутске в культурном центре СФУ Сергиляхские огни открылся четвертый уже по счету международный фестиваль поэзии «Благодать Большого снега». В этом году он посвящен памяти поэта Якутии Семена Даниила. Сегодня у нас в гостях Наталья Ивановна Харлампева, председатель Союза писателей Якутии, народный поэт Якутии, заслуженный работник культуры Российской Федерации Республики Схай-Якутия, автор проекта международного фестиваля поэзии «Благодать Большого снега», а также гость наш Марат Исмаилович Ахмеджанов, руководитель издательства «Шелковый путь» и «Лондон», организатор литературного конкурса «Открытая Евразия», вице-председатель Евразийской творческой гильдии «Лондон». Доброе утро, уважаемые гости. Наталья Ивановна, фестиваль уже четвертый раз. В прошлые годы приезжало очень много гостей из самых разных стран, Вьетнам, Польша, даже из Бурятии. Сегодня гости тоже из Бурятии были. Расскажите, кто в этом году приедет к нам? В этом году у нас немножко меньше гостей, потому что, как говорится, везде сказывается во всех сферах кризиса, но, тем не менее, у нас есть гости из Словении, поэт, издатель. Есть гости из Великобритании, тоже издатель и организатор фестиваля и конкурса. Есть поэт из Удмуртии, из Азербайджана, из Татарстана, из Москвы, естественно. А сегодня прилетает шеф-редактор литературной газеты. Так что, ну, весьма солидная когорта гостей, можно так сказать. Ну, что вот нам, читателям, поэтам вам дают такой фестиваль? Да, такой вопрос может возникнуть у тех, кто слушает сообщения, информацию о наших фестивалях. Но то, что вчера на открытии в культурном центре Ягу, где зал на 700 человек, он был полон, я могу сказать, что фестиваль вызывает большой интерес, и поэзия, как ни странно, она сегодня востребована. И те читатели, которые слушали наших гостей вчера, и те студенты, которые пришли на этот вечер, я думаю, у них у каждого в душе осталось хотя бы по строчке. И как бы это шаг к поэзии, шаг к литературе, а поэзия и литература делают человека духовным, нравственным, добрым. Ну, я думаю, что это очень большое дело делает фестиваль. Ну, а еще рождаются проекты, переводческие проекты, издательские проекты. Открываются возможности для участия в других литературных фестивалях, в других регионах, в других странах. Вот Марат Исмаилович приехал с предложениями об участии в фестивале, который он будет проводить в Стокгольме. Поэтому для творческих людей это большая площадка, где можно продвинуть себя. Ведь сегодня поэтам и писателям приходится самим продвигать себя, быть собственными менеджерами, как говорится. Ну, давайте непосредственно к нашему гостю перейдем. Да, Марат Исмаилович, вы не в первый раз в Якутии, да? В третий раз уже. В третий раз уже. Вы занимаетесь продвижением евразийской литературы на европейское пространство, да? И с этой целью проводите фестиваль «Открытая Евразия». Все верно. Я еще являюсь вице-председателем Евразийской творческой гильдии, которая именно занимается целенаправленно продвижением творческих людей евразийского региона по всему миру посредством переводов на английский язык и организаций различных международных мероприятий. Мы являемся общественной некоммерческой организацией, которая зарегистрирована в Лондоне, которая является таким естественным центром для продвижения всего на весь мир. Потому что так получилось, что Лондон, наверное, является культурной столицей всего мира, образовательной столицей всего мира, куда устремлены взгляды, наверное, большая часть образованных людей. И мы считаем, что важно, чтобы весь мир посредством английского языка узнавал о национальных культурах и литературах особенно малых народов. Вот это мы и делаем через наш фестиваль, открытый Евразийский литературный фестиваль, который проводим шестой раз. Фестиваль проводился в Бишкеке, в Алмате, в Лондоне, в Оксфорде, в Кембридже. И вот в этом году мы будем проводить его в Стокгольме 17-20 ноября. И мы хотим пригласить всех творческих людей, писателей, поэтов из Якутии тоже присоединиться к нам и приехать на фестиваль. В рамках фестиваля мы проводим литературный конкурс. В этом году приняло 1500 участников из более чем 80 стран мира, в том числе и достаточно большое количество участников из Якутии. Но нашим первооткрывателем этого фестиваля стала именно Наталья Ивановна Харлампия, которая приняла участие в 2015 году и стала лучшим женским автором года. Да, вот как раз-таки о книге, да. И мы в прошлом году в Лондоне, это тоже было историческое событие, когда якутский писатель, писательница, приехала и презентовала в Лондоне первую книгу современного якутского писателя на английском языке. Вообще это первая поэзия, наверное, северных народов, которая была издана на английском языке. Мы знаем, что готовится еще вторая книга. В этом году, да, у нас получилось, что эстафета была передана, дверь открыта, и в эту дверь у нас уже проходят и новые писатели. И детская писательница ОГДО Евдокия Иринцеева, значит, она выиграла премию как лучший детский автор. И ее книга в этом году в Стокгольме также будет презентована. Вот я вчера с ней, как раз-таки, на открытии встречался, она планирует приехать и в Стокгольм. Большое спасибо, Марата Смайлович, Наталья Ивановна, что пришли этим утром, рассказали нашим телезрителям. Все приходят, нас наслаждаются. Мы приглашаем сегодня вечером в исторический зал Национальной библиотеки на вечер поэзии.